Всем привет, хотим конфет. Итак, вы создали сайт и хотите получать бесплатный трафик с поиска, но вы его создали недавно и в индексе его нет. Что для этого нужно сделать? Если же сайт создан совсем недавно, то нужно, конечно же, немножко подождать. Но если у вас сайт огромный и этот процесс нужно ускорить. Как быть? Это 5 шагов, как ускорить индексацию вашего сайта в поиске. Итак, что же такое поисковая система? Как говорит Википедия, поисковая система – это система для поиска информации в мировой паутине, чаще всего текстово-графической и картинок. В мире существует не так много поисковых систем. Всем известные лидеры – это Google и Яндекс. Особое место занимают Yahoo, Bing и Mail.ru. Все остальные поисковые системы занимают хвостовое место, и на это есть ряд причин. Самая большая причина, которая мешает появляться на рынке другим поисковым системам – это деньги. Для создания дата-центров Яндекс в 2018 году потратил 14 миллиардов рублей. Эти затраты составили 50% затрат на всю его инфраструктуру. А в прошлом году он потратил всего 10 миллиардов рублей, но из этой суммы 80% от этой суммы – это и были затраты на дата-центры. То есть дата-центры являются наибольшей расходной статьей фактически всех поисковых систем. Про затраты у Google на дата-центры говорить не приходится. У него есть целые города, предназначенные под дата-центры в других регионах мира. Ситуацию на рынке дата-центров и центров обработки данных влияют крупные компании, такие как Amazon, Facebook, Microsoft и Google. И, соответственно, другие, более мелкие компании. Но эти гиганты решают, сколько будут стоить дата-центры, под кого они будут производиться. И поэтому, если вы хотите создать собственный поисковый движок, вы должны понимать мощности уже существующих поисковых машин. Так, например, Microsoft создал систему Bing, но она ничего не смогла показать на рынке, заняв по США от силы 1%, а в мире и то меньше. При этом, среди крупных поисковых систем все-таки есть небольшие отличия. Хоть и Google является поисковой системой в мире номер один, но при этом, если в Европе у него популярность составляет 93%, то в России она не дотягивает до 50%, что заставляет учитывать Яндекс как действительно важную поисковую систему в русскоязычном сегменте. Поисковые системы постоянно читают сайты в интернете. Они постоянно переходят по внешним ссылкам и ищут новые сайты и добавляют их в Индекс. Этот процесс называется индексированием. И он является действительно постоянным. В результате индексирования поисковая система хранит только нужную для нее информацию, только тот контент, который предоставляет ценность. Поэтому в Индекс попадают часто страницы не в том виде, в котором они представлены на вашем сайте. И это действительно отличает одни поисковые системы от других. Если же Яндекс исключительно сканирует текстовую информацию, а картинки сканирует в отдельный сервис, то Google видит ваши страницы как браузер Chrome в очень урезанной версии. Также следует знать, что сканирование происходит не единоразово, а постоянно обновляется. Если ваш контент обновляется на сайте, поисковая система может повторно его просканировать и обновить данные в своем Индексе. Периодичность сканирования вашего сайта зависит от того, как вы настроили определенные вещи на вашем сайте, и об этом я расскажу дальше. Если объяснить на пальцах, как сканируется ваш сайт поисковой системы, условно говоря, он проходит следующие этапы. В первую очередь это отправка запроса поисковым роботам. Следующим идет чтение вашего сайта. Затем идет фильтрация полученных данных и кластеризация. И финальным идет запись результатов сканирования в базе данных поисковика. Итак, шаг первый. На что нужно обратить в первую очередь внимание? В первую очередь внимание обратите на то, закрыт ли ваш сайт от поисковика в файле robots.txt. Файл robots.txt – это особый текстовый документ, который должен храниться в корне вашего сайта, в одном из его доменов. То есть, если у вас сайт содержит несколько доменов, либо поддомены, для каждого поддомены имеется свой robots.txt. И если ваш robots.txt выглядит вот так, скорее всего, программисты забыли обновить вам robots, после того, как закончили работы по сайту, и он до сих пор закрыт от индексации. Это нормальная практика при создании сайта, когда программисты закрывают страницы сайта в robots.txt. Дополнительно программисты могут закрыть каждую страницу тегом noindex, но в этом случае вам придется уже напрямую обратиться к тем программистам, кто делали мой сайт, чтобы они этот тег сняли. Почему используется тег noindex сейчас вместо robots? Потому что даже если страница закрыта в robots, но на нее есть внешние ссылки, она может быть проиндексирована, и это может составить определенные проблемы потом при работе с этим сайтом. Если же вас интересует, как настраивается файл robots.txt, ссылочка будет в описании. В целом robots зависит исключительно от ценности вашего сайта и от структуры страниц вашего сайта. Рекомендуемые закрываемые страницы в robots, это страницы регистрации, страницы закрытого контента, который не должен быть виден никому, кроме зарегистрированного пользователя, отдельные разделы сайта, которые должны быть скрыты от индексации при любых обстоятельствах. Но не рекомендую это закрывать, в частности у robots.txt, это стили и джава-скрипты. Шаг 2. Добавьте ваш сайт в вебмастера поисковых систем. У поисковых систем есть специальные сервисы, при помощи которых владельцы сайтов общаются с поиском. Это вебмастера. У вебмастера Яндекс он называется вебмастер Яндекс, у Google он называется поисковая консоль или search консоль. Для того, чтобы добавить свой сайт в вебмастер Яндекса или Google, вам нужно сделать следующее действие. В этом видео я расскажу последовательно, как добавляется сайт вебмастер Яндекс и вебмастер Google. Оставайтесь на линии. Итак, для того, чтобы добавить ваш сайт в поиск, вам нужно его добавить в поисковую консоль. Для этого заходим на поисковую консоль и добавляем наш сайт в поисковую консоль. В списке ресурсов мы можем видеть все наши сайты, которые мы уже добавили, но мы добавим сейчас, например, мой личный блог. И здесь, вы видите, появился новый вариант. Вы можете добавить любой ресурс просто по домену. Для этого вам нужно иметь доступ к DNS. Для этого просто вы должны здесь вставить свой домен, перейти на свой DNS и подтвердить там права. Соответствующий код нужно будет указать в диалоговом окне. В нашем случае мы будем пользоваться старым методом добавления сайта непосредственно через URL и добавлением метатега. Добавляем наш URL, нажимаем продолжить. После этого предлагается нам несколько вариантов. И да, мы можем добавить его при помощи HTML файла, если есть соответствующая возможность. Мы можем также добавить метатег, самый популярный метод для верификации. Также, если у вас на один и тот же аккаунт в Google Аналитике есть доступ, вы можете связать непосредственно автоматически через Google Аналитику. Аналогично это же можно сделать через Google Менеджер тегов. Ну и совместно тот же метод, который я писал выше, через провайдер домайных имен. Необходимо в настройках DNS будет указать вот этот код. И для подтвердить наш сайт. Мы воспользуемся добавлением кода тега HTML. Почему? Потому что мой блок находится на WordPress.com и это можно сделать просто буквально в пару кликов. Мы копируем наш код и вставляем его в соответствующий раздел настроек. Мы переходим в инструменты маркетинг и добавляем в разделе посещаемость отслеживание Google консоли. Вставляем наш метатег и сохраняем настройки. После того, как мы сохранили настройки, мы обязаны подтвердить наш ресурс. После того, как собственность подтверждена, мы можем перейти к ресурсу и посмотреть, как наш сайт добавлен в поиск. Перейдем непосредственно в Webmaster Яндекс. Для того, чтобы перейти в Яндекс.Вебмастер, перейдите по соответствующей ссылке. Затем добавьте ваш сайт непосредственно в Яндекс.Вебмастер. Здесь добавление происходит примерно по той же системе. Добавляем URL, вставляем URL, смотрим результат. Мы видим, что Яндекс сразу нам говорит несколько вариантов подтверждения. Точь в точках в Google есть метатег, есть добавление в корне HTML файла, который нужно создать, либо прописать в настройках DNS, DNS запись. Мы воспользуемся тем же самым методом, скопируем наш метатег и вставим его в код нашего блога. В тех же настройках, где мы вставляли код для Google, вставляем код для Яндекса и сохраняем настройки. Дожидаемся и нажимаем проверить. После того, как проверка будет пройдена, раз вы видите такую систему, значит Яндекс не такой быстрый, поэтому я рекомендую проверить еще раз. Так, вводим код. Итак, мы видим, что код подтвержден. Теперь я могу делегировать права на другие пользователи и тому подобное и посмотреть сводку по сайту и какие есть ошибки, какие ключи есть в поиске. Аналогично я могу посмотреть поисковые запросы, статистику запросов по своему сайту. Итак, как вы видите, это было достаточно просто, если у вас есть необходимые доступы. То есть это исключает добавление сайта в Webmaster, с сторонними лицами. Раньше можно было добавлять сайты, даже которые появились при помощи так называемых сервисов Adurilok. Их так и называли, потому что обычно в URL этих страниц писалось Adurl или Submit URL. Эти сервисы работали раньше для Яндекса, для Гугла и даже для Бинго. Но на сегодня ни один из этих сервисов не работает. Если попытаться перейти по Adurilok Яндекса, вы попадете на переадресованную ссылку переобхода страниц. При попытке зайти в Adurilok Google вы попадете на страницу, что Adurilok не работает. И вам будет предложено перейти на поисковую консоль. А при переходе на Adurilok Bingo вы попадете на новостной раздел, на котором новости будет рассказано, что этот сервис полностью прекратил свою работу. Зачем это было сделано? В первую очередь, чтобы не забивать через Adurilok мусорными страницами поисковый индекс. Ведь этим постоянно грешили тем, что добавляли туда страницы, перенасыщенные внутренними ссылками. И поисковая система их дружелюбно сканировала и высканировала каждую внутреннюю ссылку. И в индекс попадал мусор. Теперь, если сайт добавлен в Webmaster, он сканируется исключительно по порядку карты сайта. И тем самым Adurilok больше не работают. Вы можете подумать, что если вы не добавили свой сайт в Webmaster, он не будет проиндексирован. Как бы не так. Если на ваш сайт имеется внешняя ссылка с уже проиндексированной страницей, либо новосозданной страницей, вероятнее всего, что она будет проиндексирована и проиндексирована будет та страница, на которую сослались. Очень хорошо индексируются новые записи на популярных блогах и также форумах. Да, но единственный нюанс, что на форумах часто ссылки закрывают, и поэтому ссылки с форумов я бы рассматривал в последнюю очередь для улучшения индексации своих страниц. А вот ссылки с блогов помогают индексировать новый ресурс. Выходит, что внешние ссылки будут помогать индексировать ваш сайт. Но не получится же создать ссылки на многостраничник на каждую страницу. Это просто невозможно. Поэтому мы переходим к шагу третьему. Это создание XML-карты сайта. Что такое XML-карта сайта? XML-карта сайта – это необычный документ, который создается специально для поисковых систем. Он имеет формат кодировки UTF-8, он должен содержать не более 50 тысяч страниц, он должен содержать в себе, если эти количество страниц превышает эту сумму, он должен содержать в себе в другие внутри карты сайта себя, которые подчинены первому уровню карты сайта. Каждая карта сайта не должна быть весом больше 10 мегабайт. В частности, это критично для поисковой системы Яндекс, для Google это имеет меньшее значение. И самое главное, все страницы в карте сайта должны быть прописаны соответствующими тегами синтаксиса, где должен быть указано время обновления страницы этого сайта. Зачем это нужно? При помощи карты сайта поисковая система проверяет, обновился ли контент на вашем сайте, требуется его переиндексировать или в этом нет необходимости. Если же у вас сайт находится на нормальной продвинутой CMS-ке, карта сайта обновляется буквально сразу же после обновления контента на самом ресурсе. То есть, если вы написали новую статью в блог, она автоматом появится в вашей карте сайта дополнительной строкой. Если же вы обновили статью, то у существующей записи обновится дата обновления. И тем самым поисковая система узнает, что нужно пересканировать эту страницу повторно. Следующее, на что нужно обратить внимание при создании XML-карты сайта, это то, что все страницы, которые добавлены в карту сайта, должны быть уникальными. В них должен быть уникальный тайтл, дескрипшн и контент. Также все страницы должны отдавать 200-й ответ. Не должно быть никаких редиректов, ни битых, ни 500-х страниц. И финально, на что нужно обратить внимание при создании карты сайта, это то, что все страницы должны быть открыты к индексации. То есть, тег Noindex должен отсутствовать на этих страницах напрочь. После того, как вы создали карту сайта, она должна быть добавлена в вашем файле robots.txt. И следует знать, что для каждого роботца карта сайта должна быть своя. И после того, как вы добавили карту сайта в robots.txt, вероятно, ваш вебмастер ее подхватит автоматически. Но если этого не произойдет, я рекомендую перейти в соответствующий раздел вебмастера и добавить карту сайта вручную. В этом видео я покажу, как это делается в Яндексе и в Гугле. Так как мой сайт уже давным-давно в Яндексе, карты сайта добавлять нет необходимости. Но карта сайта прописывается в этом поле, если она у вас есть. То есть, вы как только ее добавляете, оно ее предлагает добавить, если она присутствует непосредственно в корне. Да, карта сайта присутствует в корне, в ней 727 страниц, как вы видите, и он автоматически был уже успешно обработан. И можно просмотреть отчет об индексировании. Но так как у нас ошибок никаких нет, мы ничего особо не видим. Хотя нет, есть предупреждение, которое можно будет просмотреть. Это закрытые страницы, которые попали в индексацию. Хотя я их удалял. Как вы видите, добавление сайта в поиск довольно-таки простая процедура. Здесь же вы можете просмотреть, как эффективно сканируется ваш сайт, как он индексируется и какие есть о нем ошибки. Эффективности вы можете посмотреть, сколько было показов кликов, средний CTR и средняя позиция. Да, у меня это мой личный блог, который я обычно веду абсолютно по разным тематикам. И здесь вы можете увидеть, что он довольно-таки неплохо ранжируется, даже по определенным ключам. И это можно увидеть просто все в поисковой консоли. Не нужно платить никаким сервисам, которые отслеживают ваши позиции. Теперь перейдем непосредственно к вебмастеру Яндекс. Здесь чуть-чуть сложнее, но также легко разберемся, как добавить свой сайт в Яндекс и отслеживать его позиции и проверить его индексацию. Как я вижу, что он вообще не индексировался, поэтому здесь мы его должны будем добавить в индекс. И что для этого нужно сделать? Нужно будет добавить нашу карту сайта. Здесь ее нужно добавить непосредственно по URL. Для этого мы копируем URL своего блога и вставляем в наш вебмастер. Как вы видите, Яндекс ее принял в очередь на обработку. И теперь нужно будет, конечно же, что сделать? Подождать. В итоге я смогу увидеть, какие ошибки увидит Яндекс по поводу моего сайта. И это я смогу все увидеть в диагностике индексации сайта и диагностики поисковых запросов. То есть по статистике обхода я смогу увидеть, как индексируется сайт. Это, кстати, довольно будет неплохо, потому что я сайт в Яндекс не добавлял, а Google его просканировал автоматически. Если у вас остались вопросы по этому видео, задавайте в комментариях, где какие элементы я не рассказал. Если вас интересует, как работает вебмастер Google, у нас уже есть соответствующее видео. По поводу вебмастера Яндекс я подготовлю ролик, так как здесь планируются небольшие изменения, и я поэтому ролик немножко отложил. Поэтому подписывайтесь на канал, для того, чтобы узнать больше информации по пользованию вебмастерами и другими инструментами. Но иногда оказывается, что у вас просто огромный сайт. Это какой-то каталог, доска объявлений, либо огромный новостной ресурс. И карта XML сайта может индексироваться очень долго и не в правильном порядке. Как же тут быть? Как можно ускорить индексацию такого ресурса? На это приходит шаг четвертый. Создание HTML-карты сайта. HTML-карты сайта появились гораздо раньше, чем XML-карты сайта, и присутствовали исключительно на огромных ресурсах. В частности, New York Times имеет HTML-карту сайта, на которой можно найти разделы страниц, датированные 80-ми годами. А у Daily Mail она еще оформлена визуально в очень прикольном стиле, что позволяет в принципе повысить у нее юзабилити. У нее данные не только с целью технического поиска страниц. Что такое HTML-карта сайта? Это огромная HTML-страница, на которой можно при помощи разворачивающихся список любой раздел сайта и перейти на любой раздел категории ресурса. Поисковые системы очень положительно относятся к HTML-картам сайта. Джон Мюллер считает, что наличие HTML-карты сайта в подвале положительно сказывается на ее индексации. Почему? Потому что поисковая система видит иерархию приоритета переобхода всех страниц. При переходе на главную страницу поисковый робот попадает на страницу карты сайта и переобходит все страницы в HTML-карты сайта поочередно, тем самым индексирует все страницы равномерно, а не в каком-то случайном порядке. HTML-карта сайта особо актуальна для ресурсов с огромным меню, с огромным количеством контента, например, интернет-магазины или огромные новостные ресурсы, в котором количество новостей платится за день более 100. HTML-карта сайта позволит выявить наиболее важные разделы сайта и позволит поисковому роботу обходить их в правильном порядке, тем самым правильно распределив внутреннюю перелинковку по всему ресурсу. Если у вас многостраничный сайт, напишите в комментариях, используете ли вы HTML-карту сайта, а если не используете, напишите почему. Ну и шаг пятый. Индексирование отдельных страниц. Часто бывает, что по вине программиста или по вашей собственной вине какие-то страницы выпадают из индекса. В результате технических работ, временного закрытия от индекса страницы, либо временного его удаления и восстановления она может из индекса выпасть. Как же быстро добавить эту страницу в индекс? Для этого существуют самые простые способы, которые есть у поисковых систем. Как я говорил, классические сервисы Adurilky не работают, но это не мешает нам добавить в индекс непосредственно из вебмастера. В вебмастере Google просто ставьте в поисковую строку ссылку на вашу страницу. Затем дождитесь информации, является она в индексе или нет, и если она не в индексе, запросите индексацию. Вам придется подождать около двух минут, и после этого вы увидите соответствующее сообщение, что страница отправлена на индексацию, и повторно запросы отправляться не рекомендуют. Поэтому просто подождите, и спустя время она появится уже в индексе. В вебмастере Яндекс есть аналогичный сервис, находится в разделе индексация, переобход страниц. Здесь же вы, в отличие от Google, можете вставить целый список урлов, которые будут индексироваться в первую очередь, и будут пройдены поисковым роботом Яндекса сразу же, как только придет очередь к вашему сайту. Для этого просто вставьте список урлов в это окошко. Но мы все знаем, что поисковый робот Яндекса работает достаточно медленно, и бывает такая ситуация, что вы публикуете новую запись в блоге, либо новую новость, и она может быть украдена до того, как поисковый робот Яндекса ее закинет в индекс. Как же в этой ситуации быть? Хороший вопрос. Если вы попадали в подобную ситуацию, когда у вас выводили контент, напишите в комментариях. Для того, чтобы защититься от кражи текстов на вашем сайте, перейдите в вебмастер Яндекса в раздел информация о сайте, оригинальные тексты, и добавьте все ваши тексты в порядке очередности индексирования в это окошко. Учтите лимиты минимум 500 символов, максимум 32 тысячи символов, и всего можно добавить 100 текстов в день. Итак, как вы видите, это всего лишь очень простые 5 шагов, и они применимы к абсолютно любым видам сайтов, будь то лендинг, корпоративный сайт, интернет-магазин, блог, или новостной ресурс. Поэтому подписывайтесь на наш канал, задавайте любой вопрос, который вы не поняли, в комментарии. В следующем ролике я расскажу, как создавать карту сайта в сайт-мап.xml, какие способы существуют, и до новых встреч. Если объяснить, как ваш сайт скани... Перейдите в раздел информация о сайте, и... Дебильный раздел. Оригинальные тексты. Для того, чтобы защититься от кражи текстов на ваших сайтах, оригинальные тексты.